Урсула фон дер Ляйн решила стать императрицей Евросоюза, считают международные политологи. Мириться с оппозицией властолюбивая немка из Брюсселя не собирается. В этом весь старый свет смог убедиться на последнем заседании Европарламента, где в жесткой схватке сцепились премьер Венгрии Виктор Орбан и Урсула фон дер Ляйн. Обвинения в адрес Виктора Орбана со стороны главы Еврокомиссии все те же. Венгрии, несмотря на все запреты, продолжают поддерживать контакты с Россией и Белоруссией, что теперь в старом свете воспринимают как предательство, ведь Будапешт с октября этого года стал в упрощенном порядке выдавать визы россиянам и белорусам. Виктор Орбан, видимо, прекрасно понимал, как будет проходить заседание Еврокомиссии, отлично подготовился и жестко парировал на все выпады со стороны фон дер Ляйн. За свое непродолжительное выступление Виктор Орбан сорвал аплодисменты несколько раз, но у сторонников фон дер Ляйн были свои заготовки. Депутаты начали петь итальянский хит «Второй мировой», который стал антифашистским гимном. Это намек на то, что Виктор Орбан якобы исповедует нацистскую идеологию. Но после музыкальной паузы в парламенте мировая пресса заклеймила венгерского премьера в том, что он не поддерживает либеральную демократию. К этому тренду подключились политики из-за океана. Так кандидат на пост президента США Камала Харрис назвала Виктора Орбана убийцей, после чего на венгерского премьера даже пытались напасть во время пресс-конференции. Это больше, чем битва между двумя персонажами или двумя политиками или чиновниками. Это вопрос принципа. Куда движется Евросоюз? Что такое Евросоюз? Это Соединенные Штаты Европы? Если это Соединенные Штаты Европы, то должен действовать принцип федерализма. Это единство в многообразии. И это направление горячо поддерживает Виктор Орбан, в отличие от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн, которая пытается создать единое государство, где все будут напрямую подчиняться исключительно ей. Также Орбан обвиняет ЕС в подыгрывании США и жестко критикует за решение отказаться от российских энергоносителей, что помешало дальнейшему росту ВВП всех стран. Производительность экономики Союза стала медленнее, чем США и КНР, а доля ЕС в глобальной торговле продолжает падать. Эксперты предсказывают, если к власти в США придет все же Дональд Трамп, а у него хорошее отношение с Виктором Орбаном, то глава Еврокомиссии проиграет.